От Советского Информбюро. Крупные силы немцев, зажатые на небольшой территории. 22 июня 1944 года, 1097 день войны. До начала операции «Багратион» сутки. Цель стратегического наступления. Ударами четырех фронтов разгромить главные силы немецкой группы армий «Центр», освободить территорию Белоруссии и создать предпосылки для последующих наступательных операций в западных районах Украины, в Прибалтике, Восточной Пруссии и Польши. Ключевая роль отводилась решительным действиям Первого Белорусского фронта. Ставка Верховного Главнокомандования после продолжительной дискуссии военачальников утвердила уникальный замысел Генштаба о двух направлениях главных ударов. Один из района Парич, второй из-под Рогачева, с замыканием кольца окружения противника под Бобруйском и дальнейшим развитием оперативного успеха в западном направлении. Накануне операции по всему фронту длиной 1100 километров проводится разведка боем. 22 июня 1944 года. Три года Отечественной войны. Три года тяжелой жизни в тылу врага. В этот памятный день мы сидим по пояс в болоте, полуголодные. Запасы продуктов исходят, силы слабеют, пухнут ноги не то от исхудания, не то от болотной воды. Костров жечь нельзя, чтобы не выдать наше расположение. Строчки из дневника комиссара 14-го отряда «Истребитель» партизанской бригады имени Данукалова Леонида Павроза. В этот день тысячи партизан оказались в блокаде в болотах Ветебщины. Дневник комиссара сегодня хранится в музее истории Великой Отечественной войны. Леонид Павроз пережил блокаду. До полного освобождения Беларуси оставались 36 дней. Продолжение следует...